Жители деревни Жилино жалуются на состояние дорожки, ведущей к 23-й школе. Угрозу для пешеходов представляют не только заснеженные тропинки, но и автомобили, которые паркуются в неположенном месте. Прилегающую к учебному заведению территорию осмотрел глава округа Владимир Волков. Ежедневно по этой узкой тропинке передвигается большое количество пешеходов. В основном это воспитанники сельской школы номер 23. Отправляя детей на учебу, родители волнуются за их безопасность. Другой дороги, как видите, вы сами можете сейчас посмотреть, другой дороги к школе абсолютно нет. Поэтому если была бы альтернатива, конечно, может быть и проработали этот вопрос и подумали, как безопаснее ходить детям в школу. Под слоем снега не видно, в каком состоянии находится асфальт. По словам жителей, в удовлетворительном нужно только своевременно очищать его от осадков и наледи и решить вопрос организации дорожного движения на этом участке. Здесь вот эта дорожка используется не только нашими детьми, как пешеходные, но и как автомобильные для тех людей, которые ее используют, подъезжая к своим домам. Это недопустимо. Это вызывает дополнительную опасность для здоровья и жизни наших детей. Жители деревни также просят привести в порядок вот этот аварийный мостик, который пересекают пешеходы. Сделать новое сооружение власти округа пообещали летом. А до его наступления старый мост укрепят и установят на нем поручни. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.